Двенадцатый урок древнегреческого, в данном случае по ассимилию, и в ассимилии это повторение. То есть они повторяют вот этот самый вводный курс только что прошел, самые основные понятия греческого. Это даже еще не А1, это такое введение в греческий проскочило. Ну вот они в частности тут повторяют парадигму глагола, который уже тут много раз проходили. И из Мэйча мы выкладывал, и из этого же ассимилия. Вот ее точно надо, прям вообще, чтобы она автоматически отскакивала. Это прям сердцевина греческого языка, вот это вот изменение глагола в настоящем времени, вот они опять повторяют. Но вот этот Н еще иногда вставляется, тоже надо не забывать в окончании третьего лица, может быть и Уси, и Усин. Потом они дают текст, в принципе это текст на повтор, это все те же слова и обороты, которые уже были, и поскольку их было мало, это все вот на ту же тему беседы учителя с детьми. Ну, в принципе нет незнакомых слов, я не знаю, можно на самостоятельное, можно разобрать. Ну, пару фраз, как обычно, тогда разберу, то, что обычно тут на самостоятельное дается, я начало разбираю на всякий случай, чтобы предотвратить какие-нибудь очевидные ошибки. Ну, хайре о дидаскале лэгусин гой пайдес, да, привет учитель, говорят дети. То есть вот гой пайдес тут на конце, порядок слов свободный в греческом, то есть в данном случае это у нас подлежащие, но и в конец ставят, могут. Хайре те о пайдес лэгэй гой дидаскалус. Понятно, то есть вот учитель с ними тоже здоровается, да. Та же самая, в принципе, фраза, только уже от учителя идет, поэтому в единственном числе. Ну, и вот, пожалуй, такое с некоторым усложнением идет. Годи даскалус графы нюн, то протон, первый, протон, ну, протон, да. Протон матхэма, первый урок, математика, матхэма. Кай гой пайдес, графусин. Ну, учитель пишет сейчас нюн. То протон матхэма, первый урок, и дети, кай гой пайдес, графусин. Тоже, значит, пишут, получается, да. Ну, и вот два последних предложения тогда на самостоятельный разбор, потому что что-то самостоятельное должно быть. Поскольку методика ютубовская плохо отработана, я просто рекомендую в данных случаях просто ставить на паузу и самостоятельно разбираться. И обычно в конце всех вот этих уроков греческого всегда что-то на самостоятельный разбор оставляю, потому что просто слушая нельзя язык освоить, надо что-то самостоятельно хотя бы вот читать. Греческий мы пассивно тут усваиваем, чтобы была возможность читать, говорить. Тут мы не учимся, но, по крайней мере, читать хоть что-то даже с самого начала обязательно надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...